Тогда уже у нас в Казахстане были лидеры, которые предлагали повысить стоимость балла, но мы тогда были категорически против, мы этого не хотели. Потом вот прошло, получается, три года, и та часть, которую не хотела, они тоже склонились к тому, что все-таки нужно повышать. Объясню почему. Вы, наверное, смотрели мой короткий ролик, который я записывал для вас, или не знаю, вам его не включали, но в общем суть в чем, что по большому счету цены растут везде, согласитесь, в магазинах они везде растут, ну ладно, бог с ними, с магазинами, у конкурентов, у наших стоимость выплат, она больше. Я не знаю, как у вас в России, у нас в Казахстане каждый год появляются сетевые компании, естественно, они появляются не просто так, они же анализируют рынок, кто кому что платит, у кого какие маркетинг-планы и так далее. И, ну, зачастую они выходят, как бы, знаете, привлекают чеками, и бывает, что какие-то лидеры там могут уйти, да, потому что там платят больше, там больше премии и так далее, и так далее. И, естественно, мы стали поднимать вопрос, что, ребят, ну как бы мы действительно чуть-чуть отстаем, мы действительно уже, когда говорим о доходах директора, ну уже это никого не впечатляет, уже это как-то так, ну знаете, банально, вот простой пример, мы вот где живем, у нас здесь внизу открылся недавно магазин игрушек, и там объявление висит, мы с сыном гуляем, я часто вижу объявление, я сейчас буду переводить сразу в рубли, требуется девушка, просто продавец-консультант игрушек в магазин, то есть, понимаете, да, как бы какого-то, каких-то знаний не нужно, какого-то опыта не нужно, каких-то способностей не нужно, чтобы там работать, зарплата от 40 тысяч рублей у человека, график работы 2-2, то есть, понимаете, да, и тут ты с предложением, а давай-ка приходи к нам в наш бизнес, в Фаберлик, вы, ребят, что-нибудь в комментариях пишите, а то ничего нету, как будто все зависло, я не знаю, я вообще вам рассказываю или нет, чтобы я видел, что меня действительно слышат, а вот лайки полетели, все, супер, вижу. И получается, понимаете, это уже становится сложно, то есть, ты как будто бы, ну, проигрываешь конкуренцию не только среди MLM-компаний, а вообще в целом на рынке труда, потому что для того, чтобы здесь у нас, допустим, в Фаберлик, там, зарабатывать 40 тысяч рублей, ну, все равно это сколько надо усилий, да, это надо запустить там какую-то рекламу, ну, там, в общем, кто как рекрутирует, это надо делать балловый заказ, это много труда, это мотивация, это мотивация себя, мотивация команды, обучение команды и так далее, и так далее. А здесь вот девочка, которая работает 2-2, особо на работе не напрягается, у нее от 40 тысяч рублей зарплата, это вот такой просто маленький пример, поэтому, ну, мы тогда уже еще начали в 21 году просить о том, что, ребят, нам надо повышать, нам надо повышать, чтобы мы зарабатывали больше, чтобы у нас чеки были выше, чтобы там не только мы с наймом конкурировали, но и с другими MLM-компаниями, чтобы мы тоже начинали зарабатывать там 30, 40, 50, я сейчас условные суммы называю, да, на уровне директора, золотого и так далее. В общем, чтобы слово директор Фаберлик, это звучало, ну, как-то престижный, человек за этим понимал, что, ну, блин, да, я буду директор, я буду зарабатывать. Банально, мы когда вообще в 15-м году только пришли в сетевой, тогда слово директор это ассоциировалось с чем-то, ну, ничего себе, он директор там, да, в какой-то компании. А сейчас, ну, не сейчас, а вот там в 20-м, в 19-м году потихоньку это начало уже, вес вот этого значения директора компании MLM, да, там, Фаберлик, немножко он начал падать. Поэтому мы были всеми руками за то, чтобы нам повышали стоимость баллов. Потом, что касалось потребителей, смотрите, ну, как я понял, у нас же одинаково все это происходит, что у вас, что у нас, стоимость балла как поднимается. То есть на стоимость именно продукта это, по сути, никак не повлияет, то есть не будет такого, что продукт резко подорожал, потому что, ну, вот, допустим, на простом опять примере я приведу, как он называется, моющее средство, допустим, для посуды. Вот оно, опять условные цифры говорю, условно стоило 100 рублей, приносило 3 балла. Сейчас, когда стоимость балла повышается, то есть для потребителя он как стоил 100 рублей, он так и будет стоить 100 рублей, просто он будет приносить немножко меньше балла, эта продукция. То есть для потребителя это вообще у нас вот в Казахстане никак не сказалось, то есть потребитель он как видел ту цену, которую видит, он так ее и видит, и все. Потребитель он же ориентирован просто на товар, да, вот правильно, только баллов будет меньше, то есть потребителю на эти баллы ему вообще все равно, для него самое главное это цена продукта, ну и сам продукт, вот и все. Да, у нас там, конечно, потом были небольшие, по-моему, на 7%, если я не ошибаюсь, поднятие стоимости, но это никак не связано было вот с этой стоимостью балла. Это, ну, просто компания поднимала там в связи с инфляцией и так далее, угрожание было продукта. Так, вот, первый раз у нас такое случилось, ребят, давайте я вам скажу, первый раз у нас это случилось, это был 16-й период 2021 года, у нас произошло увеличение на 20%, вот, изменение цены на балл. Плюс 20% нам сделали, это, получается, было перед Новым годом, я вот не знаю, вам, а, вам пишут со второго периода, да, увеличивают, но посмотрите, как это будет, ну, у нас, допустим, залетело вообще супер, потому что перед Новым годом, как обычно, товарообороты растут, все идет вверх, и у нас структуры вообще никак не прочувствовали этого, что там что-то где-то поднялось. Единственное, кто это будет чувствовать, да, это, естественно, те люди, которые приходят на бизнес, вот, как здесь Татьяна пишет, только баллов будет чуть меньше, это действительно так. То есть, допустим, для того, чтобы сделать, ну, 100 баллов, давайте возьмем ориентир, 100 баллов у бизнес-партнера, ему теперь нужно будет заказать больше продукции, естественно, как бы для него ЛО, стоимость ЛО, она чуть-чуть подорожает. Но еще раз скажу, сказать, что это сказалось как-то на наших структурах, сказать, что, знаете, у нас люди там перестали, а все мы разочаровались, да, блин, да вообще этого не было, правда не было. Вот мы с Аней разговаривали, Аня Кононова, наш наставник, вот буквально перед тем, как это проводить пару дней назад, она мне говорит, вот там надо будет провести, и говорит, что нужно будет объяснить людям, как у вас структура реагировала в Казахстане, как вообще все это происходило, были ли спады, были ли недовольства людей. Я ее слушал и тогда и говорю, Аня, слушай, ну как бы серьезно, это нужно вот так прям объяснить, почему я так был удивлен, потому что у нас, ну блин, вообще таких разъяснений по сути не было, мы вообще как бы и не объясняли эту тему, ну все восприняли, ну супер-супер, все, кто были директора, кто там от 15%, кто уже там на маркетинг-плане, да и так далее, на договоре, я так скажу, да все обрадовались, ну будем больше зарабатывать. Сказать, что рекрутинг упал, да никак он не упал, все так же рекрутируют, все так же происходит. Ну то есть каких-то изменений глобальных нет, но может быть, да, были какие-то люди, которые сказали, вот там знаете, что это такое, там теперь нам надо дороже делать ЛТО, там еще что-то. Я знаете, помню, когда мы в 18-м году пришли в компанию Фаберлик, там откуда мы пришли, нам скидывали скрины людей, которые недовольны, там были компанией Фаберлик, и там я помню читал эти скрины, люди какие-то в интернете писали, что вот все, Фаберлик, это уже не то, все дорожает, и так далее. Ребят, с тех пор прошел шестой год, как мы пришли в Фаберлик, я не знаю, мне кажется, все только приходят и приходят, я вот сейчас смотрел ваши поздравления, и мне кажется, у вас все отлично, у вас офигенно, я смотрел у вас там прирост, у кого-то 100%, у кого-то там 50-60, да ребят, кто работает, тот растет, понимаете, и это всегда и везде. И лично я, лично я вообще как бы не вижу никаких причин о беспокойстве, и если кто-то из вас беспокоится, ребят, вообще не парьтесь. Вот тот, кто рекрутировал, у кого рекрутинг поставлен на поток, что все нормально, но он так и будет продолжать рекрутировать, все будет отлично, вообще никаких проблем не увидите, вот поверьте мне, не увидите. Может быть, еще раз говорю, в начале, в начале, я вот не знаю, у вас будет второй период, после новогодней, может быть, какая-то будет просадочка, не без этого, не хочу петь просто, знаете, дифирамбу о том, что все будет прекрасно и еще лучше, и люди пойдут только лучше. Это бизнес, да, всякое может быть, может быть, будет какая-то просадочка, ребят, она выровнится, буквально каталог-два, и все, никто этого даже не заметит. Но это я предполагаю, потому что у вас на посленовогодний каталог, у нас это было до нового года, вообще не прочувствовали, просто вот так, как по маслу все прошло. Потом, смотрите, это у нас было первое повышение, это был 16-й каталог 2021 года, плюс 20% сделали, потом нам сделали, а, ну вот смотрите, нам делали, получается, первый каталог 2023 года, это вообще прям новогодний, можно сказать, каталог, после нового года сразу первый каталог. Нам сделали плюс 11%. Итого у нас, получается, за полтора года подняли на 31% стоимость балла на вывод. Ну, как видите, живы-здоровы, живем, работаем, приглашаем людей, делаем регистрации, люди выходят на баллы, вчера вот у нас директор подтвердил, на балловые заказы выходят, вчера директор у нас подтвердил звание директора, все будет получать время. Как бы, блин, ребят, все будет классно, серьезно, все будет классно и обалденно. Проблем вообще не будет. Цена на продукт, Надежда пишет, цена на продукт осталась неизменной. Ну, как еще раз говорю, у нас потом, спустя какое-то время было удорожание на 7% просто по стране, по Казахстану из-за инфляции и так далее. Ну, а так все нормально, все отлично. Нужно принять новые цифры, как новичок. Да, ребят, еще я говорю, понимаете, вот что важно. Вот, допустим, кто-то переживает, что там, вот, надо делать ЭЛО, теперь больше, да, из-за того, что балл станет чуть ниже за каждый продукт. Понимаете, мы, опять по Казахстану расскажу, с чем вот сталкиваемся. Даже до всех вот этих поднятий стоимости балла на выплату, у нас есть компании, не буду сейчас назвать название этих компаний, у которых личный товарооборот выше, чем, допустим, Фаберлик был в полтора раза, в два раза. У них был ассортимент, если сравнивать с Фаберлик, я всегда на всех эфирах, вебинарах говорю, что компания Фаберлик, это компания с самым огромным ассортиментом, самый широкий ассортимент среди всех MLM-компаний, которые на территории СНГ находятся. И у этих компаний, у которых ЛТО дороже, чем у нас, у них ассортимент хуже, у них стоимость продукции выше, ничего, и тем не менее, они все растут, они делают свое дело, поэтому нам переживать я вообще не вижу. Я вижу в этом только, знаете, это как наоборот поднятие уровня конкуренции среди MLM-компаний. Если там кто-то еще вчера говорил, что ой, да вот, да у вас там, сколько у вас там, ну знаете, вот эти, есть же всякие сравнения тухлые, вот там у вас директор получает столько-то, а у нас вот он столько-то, ну теперь просто здесь станут директора получать больше. Тем более у вас премии тоже вырастают, да, и все вот эти бонусы, причем у вас отлично вообще вырастают, если не ошибаюсь, на 80 тысяч рублей, да, у вас директор, да, вот я вижу, с 55 до 80 тысяч рублей получает директор у вас. Теперь, так вот, спасибо, да, за слайд, это же плюс 25 тысяч рублей, по-моему, это офигенно просто, просто было сделано. Это уже, ну такие прям премии пожирнее стали, посочнее, посерьезнее. Я вам более того скажу, что те люди, которых вы будете приглашать, новичков, они вообще это будут воспринимать как будто так и было всю жизнь, и это норма, что пришел, ЛТО стоит, ЛО, ЛО стоит столько-то балл на выплату, столько-то, и все, рекрутинг, все это перекроет, закроет, и вообще, вы через полгода даже вспоминать об этом не будете, ну только с позитивного этого ключа. Я вот сейчас смотрю на вот эти, я почему попросил сегодня нашего менеджера, да, в Казахстане, чтобы она мне скинула эту таблицу, потому что я даже не помню, когда нам это повышали. Я знаю, что это было после 21 года, после Турции, а когда, какие даты, то есть понимаете, да, у нас, у лидера в Казахстане, это не как рубец на сердце какая-то дата, что нам подняли, и это было ужасно, это был ужасный период, когда мы выживали, да, нет, вообще все было классно. Как говорят, все хорошее, люди не запоминают, запоминают только плохое, вот видите, не запомнили, когда это было повышение, поэтому, поэтому, ребят, все у вас будет супер, увидите, встретимся с вами вот так вот через год, и вы расскажете о том, как вы пережили это все, пережили вот так назовем, да, и как-то дальше прирастали и росли. Если у вас какие-то есть вопросы, ребят, задавайте, задавайте, и все, что было на моем опыте, все объясню, все расскажу. Ну, хотя вопросов, наверное, не должно быть, да, ни у кого никаких. Я думаю, я должен был просто выйти и вам рассказать, что все будет хорошо, просто так по-отсовски, что, ребят, все будет отлично, все будет супер. Что вы отвечали тем, кто негативил в социальных сетях? Блин, вот, Ань, я вот честно даже не помню, чтобы кто-то что-то негативил, что вот надо было вот что-то, знаешь, кому-то доказать, чтобы кому-то что-то вот рассказать. Блин, не знаю, ну, наверное, максимум, если какие-то находились, что вот, они обычно неконструктивные, а вот что все хуже, сейчас будет ЛДО дорожать и так далее. Да, блин, ну, у всех дорожает, все дорожает, везде все дорожает, и что теперь? О том, что бензин подорожал, мы перестали бензином пользоваться, хлеб подорожал цене, мы перестали пользоваться, да нет, все все продолжают делать. Но еще раз, да, я делаю пометочку, дорожает не для потребителя, потому что потребитель те же цены, что были, он их те и будет видеть дальше. Баллы начнет приносить меньше, то есть удорожание именно в личном товарообороте увидят лидеры, которые на бизнес заточены. Так, спасибо, 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 кто негодил в соцсетях, спасибо. Андрей, делали дополнительно какие-то акции внутри структуры? Нет, Валентина, вот не делали мы никаких. Имейте в виду, для того, чтобы увеличить обороты, чтобы люди больше покупали, чтобы больше, как называется, заказы делали? Да нет, не было никаких акций, вот каких-то специальных, что вот давайте, давайте. Блин, я не помню, честно, чтобы у нас такое было, вот честно не помню. Так, давайте, давайте, ребята, еще какие-то вопросы, если есть, то я на эфирах не привык молчать, надо просто бесконечно говорить. Когда я молчу, я чувствую, что что-то идет не так. То есть, и вы, ни вы, ни руководство никак не отреагировали на повышение. Вот, блин, Ань, вот честно, я не помню, чтобы, может быть, компания что-то делала, может быть, были какие-то акции. Правда, ну, это был 21 год, первый раз, когда нам поднимали, ну, сюда, два, два с половиной практически года. Я не могу сейчас вспомнить, что вот что-то, может быть, были какие-то акции, что типа, получи тушь в подарок, если там, ну, что-то такое, не что-то глобальное. Даже если и было, это не что-то такое, знаете, что там нам машины в розыгрыше ставили, давайте вперед-вперед, только не падайте в товарооборотах. Вот, честно, не отложилось у меня в памяти что-то особенное, что что-то предпринимали такое, что вот лишь бы, лишь бы удержать. У кого структура была покупателями, они сильно упали. Ну, вот у кого структура была покупателями, чисто, но они, получается, в товарооборотах просели, конечно, потому что их покупатели, они как покупали на определенную сумму, ну, допустим, скажу, на 200 тысяч рублей, они так и продолжили покупать 200 тысяч рублей. Просто эти 200 тысяч рублей теперь стали приносить, условно опять, не, допустим, 4 тысячи баллов, а там 3 800, 3 700. В этом плане, да, конечно, у кого структура именно потребительская, просадка была, и надо было, ну, нарабатывать, если не хочешь с этим мириться, конечно, нужно нарабатывать, напрячь рекрутинг, хоть потребителями, хоть партнерами, но надо было наработать. В этом, да, это, наверное, вот единственный минус, наверное, да, вот хороший был вопрос, кстати, хороший, действительно, где действительно можно показать, что вот так вот структура просела при тех же самых потребителях, которые на ту же самую сумму купили. Так, помню, после первого повышения у вас просто на один каталог встали баллы на прежнем уровне, помню, просадок, просядки, 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 просядки вообще. То, что рекрутинг надо увеличивать, ну, это, его всегда нужно делать, без рекрутинга в сетевом тяжело, здесь всегда надо расти, 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 расти. Андрей, я к тебе подключаюсь, вижу, что уже вопросы пошли, в принципе, одни и те же, и понимаю прекрасно, что тут надо просто работать, и как вы работали в структуру, да как вы просто отнеслись, начнем с этого, как вы отнеслись к этому, так все и понесли дальше лидером, и дальше все у вас получилось. Коллеги, вот, да, вот, Анна, как ты уже говоришь, все то же самое, что как, в принципе, если люди растут, вы видели, я вам показывала, да, результаты специально в проценте ослабила. Если у людей был рекрутинг в 200, да, прирост относительно прошлого года, если он растет на 200% относительно себя, он продолжает наращивать команду, то он и дальше будет продолжать ее наращивать, и здесь получать будет теперь только доход в два раза больше. Конечно, тут только одни преимущества. Ну, а те, кто не работал, тем, да, чуть-чуть придется вот так поработать. Причем, да, если вы правильно посчитаете сейчас свои обороты в структуре, да, если вы все-таки сядете и на салфетке это посчитаете, то те, кто делал всегда чуть выше порога, не 3000 баллов, да, а, например, 3600, да, не 2000 баллов, а всегда чуть больше, там, 2700, то вы увидите, что вы даже не потеряете и в доходе. У вас будет точно такой же доход, как вы были директором на 3600, а стали на 3000, ну, доход будет тот же самый. А если хотите чуть-чуть прирасти, ну, надо набрать товарооборота в баллах. Поэтому я рекомендую вам, коллеги… Вот, вот, три минуты, я прошу прощения, я хочу, во-первых, сказать спасибо огромное Андрею, прошу прощения, я не с того ноутбука, у меня камеры нет, но хотя бы фото есть. Вот, Андрей, во-первых, огромное тебе спасибо, что ты пришел, всем все рассказал, и действительно, ребят, Андрей рассказал всю правду, он у меня в структуре, в команде, и когда было первое повышение баллов, я посмотрела, говорю, а что-то у Зеленковых в этом каталоге прироста нет, говорю, а куда он делся, да, то есть я прям вот этот момент помню, я пошла к Антону, говорю, а что у них случилось, где прирост, потому что иногда, ты понимаешь, там, вот они там 100 тысяч приросли, там, 50 тысяч, а тут раз резко и вообще его не было. Я думаю, что такое, он говорит, Ань, так у них же повышение балла было на выплату, я говорю, елки зеленые, говорю, что, серьезно, то есть это вот единственное, как мы обратили внимание на повышение балла. То есть кто-то, конечно, вот там были моменты, да, те директора, которые там понегативили, они упали, те, которые пошли в сети, в соцсети кричать эгегей, они наоборот взлетели, и там одни других перекрыли. А самое главное в Казахстане вообще проблема, я ее наблюдаю из года в год, одну и ту же, это Казахстан, у них есть принцип эгегей, один куда-то побежал, другие все тоже побежали. То есть у нас, у русских, вообще такого нету, у нас стабильно, мы привыкли, мы сто раз подумаем поменять, не поменять, у казахов есть вот это вот, один куда-то побежал, и все побежали. Мы очень легкие на подъем. Да, вообще, это просто... Да, я ни в одной стране вот этого не встречала, только у казахов. И вот когда было двойное повышение, вот этот вот раз, два, я увидела, что вообще больше никто никуда не забегал. Просто вот лидеры осели и сидят на месте, и им стало хорошо. Почему? Потому что они стали конкурентоспособными. Я это вообще прямо на 100% заметила. То есть мы стали, ребята, более вкусными на рынке Казахстана после двух повышений. И я считаю, что мы будем более вкусными и более конкурентоспособными сейчас и на рынке и России, и Белоруссии, потому что в Белоруссии тоже было повышение на 25%. Да, то есть мы будем вкусными везде. И скажу еще вам, так как у меня большая структура в Таджикистане, у меня там Райхона Абдурахмонова и Джахангера Влехаджаев в статусе национальных подтвержденных директоров, кто ездил в Москве и видел, как они получали этот миллион на сцене, чек, и они просто ругались в чате директоров. А нам? А почему у нас не повысили? То есть в прошлый раз, когда повысили Казахстану, и первый раз, и второй раз, ругались наши россияне. А нам? А мы? А мы почему не получили повышение? А мы тоже хотим? А они начали ходить к руководству и просить это повышение на постоянной основе. То есть и тут вот сейчас Таджикистан тоже закричал, почему у нас, почему нам не повысили, почему там всем уже странам повысили, а мы до сих пор столько зарабатываем. Понимаете, даже вот до какой степени вся элитная команда, все топ-лидеры компании Фаберлик, у которых есть опыт за плечами, да, они до какой степени умеют просчитывать и понимать, насколько это будет в плюс. Вот этот момент, вот прямо я извиняюсь, я тут была не запланирована, но очень хотела сказать. Все, спасибо всем за внимание.